Так, ладно, продолжая тему замены водительского удостоверения в связи с течением 10-летнего срока его действия. Снял я первое видео, где все рассказал, во сколько мне обошлось услуги врачей, психиатра, врач-нарколог, окулист и... Как же его? Который визировал все это медицинское заключение соответствующей формы. А, терапевт. Потом я зарегистрировался, ну до этого был зарегистрирован на сайте госуслуг, оформил там, оплатил госпочну со скидкой. Так, 2000 рублей, а если все это заказывать через сайт госуслуг, то обошлось мне в 1400 рублей. Итого где-то врачи в районе 1500, чуть менее, и госпошлана 1400, то есть 2900, где-то 2800 с чем-то, но округлим до 2900. Итак, я записался, через два дня должен был пойти в электронной очереди, в ГИБДД, но такая информация, что там электронная, живая очередь, всех как бы принимают в порядке живой очереди. Хоть вы и так придете, хоть через сайт госуслуги. Хотя вот я сегодня пришел в ГИБДД, там у них есть талончики, автомат стоит, где можно получить соответствующую услугу. Ну, как и здесь сейчас, на почте, там, неважно. Я выбрал получение замены водительских прав, и там было указано, вы в порядке как бы живой очереди, либо в порядке через сайт госуслуги, типа такой, предварительно, если у вас регистрация. Ну, я выбрал в порядке живой очереди, поднимаюсь, а там на роду 5 человек, трое человек уже сидят, там принимают в ГИБДД 3 окошка. И то есть я посидел буквально 7-10 минут, даже чуть менее, где-то минут 7, и меня подозвали в освободившееся окошко. Потом сказали, пройдите в кабинет, там кабинет единственный, где фотографируют, тут же выдают водительские права. То есть я в ГИБДД просидел где-то, наверное, минут 15, сразу зашел в одно окошко, потом пошел в другой кабинет, где меня сфотографировали, а тут же получил водительские права, буквально там провел 7 минут. Он мои паспортные данные переписал, вот где фотографировали, выдавали водительские права, сфотографировал и выдал водительские права. Вот и все. То есть даже регистрироваться, а идти в порядке очереди, вот как в наших, не в порядке очереди, а по предварительной записи через сайт госуслуги, в принципе, не имеет никакой роли. Но здесь такая важная ремарочка, что почему я проставил время? Если не проставить время, заказывая через сайт госуслуг замену прав, то вы не пройдете этот этап. Вы не можете сказать, что без времени. То есть мне пришлось выбрать время, это вышло где-то на 9 августа. Но у меня права водительские, последний срок действия 7 августа. Поэтому я не хотел ехать просто на такси, на автобусе, не важно, конечно, такси, потом 9 числа до ГИБДД и потом обратно ехать в город. Нет, у меня этих планов как бы не было, поэтому я пошел не как предварительно зарегистрировался на 9 августа, а в порядке живую очередь. Еще такой момент, что вы, то, что я говорил, не пройдете, не поставив дату, которая удобна для вас в порядке получения госуслуги, замены водительских прав. Вы, если не поставите дату, вы этот этап, там определенные шаги на сайте госуслуг не закончите. А после того, как только вы пройдете все эти шаги, вам будет предложено уплатить госпошлину 1400 рублей со скидкой. Но они специально сделали, то есть чтобы люди именно заказывали какие-то услуги через интернет, через сайт госуслуг. Поэтому они предлагают такую скидку. А придете вы в дальнейшем в порядке живой очереди, либо по номерку, вообще никакой роли не играет. Вот то же самое здесь, по номерку или в порядке живой очереди. Взял бы я даже номерок через сайт госуслуг, пришел бы сегодня, но провел бы я на 3 минуты, быстрее бы прошел. Хотя это, в принципе, роли никакой не играет. Поэтому имейте в виду, у кого как бы может быть подобная ситуация, даже если зарегистрировались на какое-то время, если у вас в ГИБДД скорость живая очень хорошо идет, то, в принципе, это достаточно удобно. Ладненько, держим связь.